Сейчас я расскажу вам, что нужно сделать, чтобы через три дня уже получить себе гарантированно в ангар абсолютно все танкисты новый крутой подарок в честь нового года от ВГ, а именно премиум танк. И эта акция, как по мне, круче, чем подарки Т-52 ветеранам, потому что её могут получить все. И как это сделать, что нужно делать, уже прямо сейчас расскажу. А также расскажу, что за сюрприз появился в ангаре сегодня. Потому что там, в ангаре World of Tanks, сегодня появилась специальная штука, которую знают не все. Но если её найти и запустить, у вас будет огромный фарм и огромная халява пойдёт. И где это найти, что нужно сделать, сейчас расскажу. И сейчас внимательно посмотрите на экран. И в особенности на танки наши союзные, которые поехали на верхний фланг. Ну вон, на Т-44, на Т-10, в квадрате Б-1 и С-3. И посмотрите на вот эту всю линию союзных танков. Су-130ПМ, Центурион-1 и Объект-705. И внимательно следите, что будет происходить дальше. И не упускайте в это время счёт вверху экрана и то, что делает наш герой. Чтобы понять кое-какую интересную фишку. Смотрите и сами сейчас всё поймёте. Потому что в этом бою будет действовать настоящая... Ну, не буду говорить. Просто следите за Т-44 сейчас, которого вон окружили. И за вот теми всеми парнями, которые вверху карты. Мы пока на 121-м приехали на фланг и пытаемся как-то разбираться с тяжами. Через несколько минут вы полностью перемените своё мнение об игре World of Tanks. И о том, что иногда происходит в рандоме. Счёт 1-3. У нас начинает, сливается сейчас Т-44 первый. И следите, что будет делать Центурион-1, Т-10 и Объект-705. Они едут вперёд навалом. Даже несмотря на то, что там огромное численное превосходство противника. Самое интересное ещё, что на наш фланг приехали тяжи. И тяжей приехало очень много. И мы видим, что врагов здесь действительно меньше. И было бы логично просто ураганом, ураганом пронестись вперёд и выкосить этот фланг. Как делают противники на открытой части карты. Ну, вон, наверху, да. Е-50 уже заезжают, крутят, вырезают один за одним. СУ-130ПМ успевает оттягиваться на базу. И не спешите делать выводы, пока что это всё обычно. То, что здесь начнёт происходить через несколько минут, нельзя объяснить вообще ничем. Мы сейчас сводимся на огромный балкон врагов. Вон они все там встали на балконе. И именно это сейчас в большинстве своём мешает нам продавить этот фланг. Потому что там они с балкона то светятся, то не светятся. И попробуй их там выцели. И сейчас вообще начнут удирать. Счёт уже 4-6. Но не спешите вообще, вообще никаких выводов сейчас не делайте. Потому что этот бой кардинально нестандартный, нелогичный. Он не подчиняется никаким законам. И сейчас заходит Т-92, премиумный лёгкий танк. Заезжает на нашу базу. Сейчас он, по-моему, заберёт СУ-130ПМ. Там уже начинает удирать арта. Кстати, Conqueror GC очень грамотно сделал, что уехал с Респа. Если бы он там остался, то наверняка бы уже был в ангаре. Потому что там пересвечивают. И арту тем более. Вообще никаких шансов. Она сразу будет первая попадать под фокус. Мы же возвращаемся на Респ. 4-6. Держите этот счёт сейчас внимательно. Держите его в глазах. И не отпускайте. Сейчас уже вот 4-7. И стоит фиксировать каждое изменение. Мы возвращаемся. СУ-130ПМ зажато на базе. И наш герой проезжает. Вот сейчас заметьте куда и в какую позицию. Он проезжает в квадрат. А 7, при том, что огромное количество противников здесь. Вообще нет союзников. И его абсолютно некому прикрывать. Мы на танке с хорошо бронированной башней. И запомните вот эту точку для дефа. Как он сейчас грамотно делает. Но что же он сделал? Он поймал тот момент, когда противники уже выехали с левой части карты, с верхушки. И всей толпой прокатились на базу. И мы сейчас можем спокойно, не беспокоясь о том, что сзади нам закинут, работать по захвату. Как это было сделано грамотно? Счет, тем не менее, уже 5-10. Мы проиграем в 5 чертовых машин. Это не одна, не две, не два фрага. Это 5 и 6-11. И счет продолжает ухудшаться. Потому что у нас все меньше союзников. Сейчас размин никак не в нашу пользу. Добираем СУ-130ПМ, марафончика, наверное. И нужно проезжать вперед, разбираться с Е50. У нас всего один бронебойный. И до последнего мы не заряжали голду, я не знаю, каким боком он сейчас пробил так легко Е50 в башню. И посмотрите, как он грамотно сыграл сейчас от этой позиции. Да, теперь прилетает от арты. Прилетает совсем немного. И мы можем возвращаться и спокойно от лавешника, который там, конечно, в незавидной позиции. По нему и арта, по-моему, может сводиться. И ПТшки там его выцеливают. Но, в общем, у Лёвы дела крайне нехороши. Но то, что сейчас начнется дальше, это... То, что было вначале, это просто пирожки какие-то детские. А сейчас начнутся настоящие кулебяки. Я не знаю, странное сравнение. Но, тем не менее, 7 фрагов у нашего героя из 9 фрагов нашей команды. Смотрите, что будет дальше. Просто вот, вот сейчас следите, опять-таки, за счетом. Он сейчас 9-12. И следите за тем, что делает ИС-7 наш союзный. И что делает Лёв? И что делает Лёв? Мы работаем внизу по Крайслирука. Лавешник пока очень грамотно играет. Потому что он действительно находился под огромным фокусом. Под огромным количеством стволов. И такое долгое время жил, существовал, светил. Но сейчас, конечно, он делает уже ИС-3. Приехал просто ему жопу целовать. И поцеловал. И мы ничего не сделаем. Сейчас мы выкатываемся. Просто в наглую выезжаем на ИС-3. Даем по нему дамаг. И сейчас смотрите, что будет делать ИС-3. Он все-таки нас пробивает. Несмотря на все те старания. Прилетает еще и от Объекта 261. Да, с лавешником покончено. Но обратите внимание сейчас на ИС-7. И что он будет делать. Вот внимательно на ИС-7. А потом за действиями нашего героя следить. ИС-7 там сражается с легким танком Т-92. Еще и под артой. Дает дамаг по Т-92. Я не знаю, почему Т-92 не может его закрутить. Там же динамики в принципе дофига. Но тем не менее, что видим, то видим. ИС-7 конечно тоже вращается неплохо видно там. Ну и ребята, давайте пока не началась самая жесть. И буду рассказывать вам еще про премиум танки. И другие новости. Это действительно важно. Обязательно послушайте. И давайте сейчас немножечко очень-очень интересной для вас информации. Во-первых, спонсор сегодняшнего ролика сайт vodkit.ru. Самые крутые кейсы. Премиум танки по 99 рублей. Ну точнее кейсы по 99 рублей. Где вы можете выбить себе премиум танки. И сейчас это временная скидка. Поэтому заходите. Ссылка в описании. Каждый день на Vodkit разыгрывается 5000 голды. К тому же пролистывайте сайт внизу. А также в описании есть специальный код от бомбилки. И вводите его при пополнении счета на сайте vodkit. Обязательно использовать этот код. Он находится в описании. Протестируйте. Он вам даст крутой бонус. Можете просто ввести и посмотреть, что он даст. Даже не пополнив, вы увидите это. Ссылка в описании, собственно. И переходите и испытывайте свою удачу. В общем, давайте смотреть, что будет происходить дальше. ИС-7, несмотря на то, что довольно успешно посражался, отправился в ангар. Напора объекта 704-го и арты он не выдержал. И сейчас, посмотрите. У нашего 121-го остается 240 хп. Буквально вообще нет очков прочности. И нам нужно ехать сейчас разбираться с этой артиллерией. Пытаться ее добрать. Каким-то образом с 704-м нужно еще разобраться. Это, конечно, настоящая жесть. Но, если бы не мистика в этом бою, мы бы ничего не сделали. Проезжаем более аккуратненько. И давайте, пока наш герой пытается здесь разобраться, посмотрим на миникарту. Объект 704-й светился вот совсем рядом. Куда он мог уехать? Он мог уехать вообще в другую сторону, на захват нашей базы. Мог приехать на свою базу и остаться дефом. С этой точки вот ехать туда, куда сейчас приехал наш герой, опасно наиболее всего, мне кажется. Потому что здесь, если мы будем переезжать центр, вот переезжать ЖДшку, нас могут подсветить и с нашей базы, и с фражеской. И 704-й может накинуть первый. Поэтому наш герой и боится. Навряд ли 704-й сейчас, если бы он переехал через ЖД, мы бы его, скорее всего, подсветили. И наш парень не решается переехать через ЖД. Это правильно. Потому что мы бы могли с большой вероятностью попасть за свет объекта 704-го. И он бы первый по нам откидывал. А там довольно огромная пушка. И было бы очень трудно как-то все это законтрить. Но, в общем, что есть, то есть. Мы через центр потихонечку крадемся. Очень осторожненько, аккуратненько крадемся, чтобы попытаться добить, добрать объект 704-го. Но пока ничего не получается. Нигде он не светится. Нигде не показывается. И, ну, сейчас будет очень интересный финал. Ладно, мужики. Есть еще новости у меня для вас. Поэтому давайте пока наш 121-й здесь катается. Я их вам порассказываю. Во-первых, сейчас расскажу про премиум танк, что нужно сделать, как его получить. И расскажу про специальный сюрприз в ангаре новый сегодняшний. А также, прямо сейчас на вашем экране появляются уникальные счастливчики. Победители нашего ежедневного, супер халявного, эксклюзивного розыгрыша премиум танков 8-го уровней голды от бомбилки. Вот их комментарии с игровыми никами. И вот наши чеки об оплате. Этих ребят мы от души поздравляем. Они могут прямо сейчас заходить в ангар и забирать свои подарки. Ну, для начала им нужно зайти в премиум магазин, подарки принять, а потом уже в ангар. В общем, вот такой вот план для них. А в этом ролике, для того, чтобы вам забрать ваши премиум танки 8-го уровня или голду, победители прошлые также получили или премиум танки или голду, здесь два варианта, что кому выпадет. А вам нужно просто поставить лайк этому ролику, мужики. Да, просто прожать лайк. Всего одно условие у бомбилки. Я не мучаю вас сложными, огромными там условиями куда-то перейти, что-то сделать. Все делается на странице просмотра ролика. Просто прожимайте лайк. Ну и для тех, кто еще не является другом главным нашего канала, а именно подписчиком, нужно подписаться, нажать на колокольчик и оставить комментарий с игровым ником. И тогда вы станете крутым парнем вообще. И будете иметь крутые шансы выбить себе голду и премиум танки каждый день. Ведь каждый день у нас выходят новые ролики с эксклюзивными новостями и информацией. Но это, мужики, еще не все. У меня еще больше новостей для вас. Во-первых, давайте сначала про задачу, а потом уже про премиум танк. Потому что информации действительно много у нас. Во-первых, сегодня в ангаре у нас в продаже AMX PLC 90. Это предложение сегодняшнего дня. И кроме того, есть еще задача. И она довольно крутая. Я вам говорил в начале, что если хотите круто фармить, эту задачу принимайте. И она у нас даст вам плюс 50% кредитом за бой на 2 часа. Вот такой вот дополнительный резерв. И стоит отметить, что вы к тому же можете активировать еще и премиум аккаунт. И если у вас и премиум аккаунт, и эта задача, фарм будет просто космический. Заходите в рандом и испытывайте это обязательно. Кстати, заметьте, что наш герой сейчас взять базу не успевает. Он зря старается, будет, допустим, что раньше. Еще, еще кое-какие новости у меня для вас. Новогоднее наступление начнется уже через 3 дня, мужики. И для того, чтобы получить премиум танк в подарок, его получат все. Это премиум танк подарочный МКА. Низкоуровневый, но тем не менее, мне кажется, это не хуже, чем Т-52. Потому что в новогоднем наступлении там еще куча разных задач. Опять игрушки, опять коллекции танков нас ждут. Ждем кейсов вот этих с подарками, коробок от ВГ. В общем, очень много всяких призов. Зов наступление 2.0. Ближе, подробнее расскажу, когда это все начнется. Поэтому обязательно следите за нашим каналом. Ну, уже через 3 дня вам нужно будет просто зайти в игру. И за первый уровень атмосферы вы получите подарочный танк МКА. И 100% экипаж к нему. Также там танкистки будут и прочее. Это легкий танк 2 уровня Германии. И получат его абсолютно все. Потому что первый уровень атмосферы, блин, это вообще без вопросов. Сразу практически заходите в игру, что-то там чуть-чуть делаете. И вам выдадут этот танк. Вот так вот. Ну, а наш 121-й, по-моему, круто затаскивает бой. На понт, мне кажется, берет просто 704-го. Потому что он не успевал захватить базу, как мне кажется. И вот такие вот итоги. И вот такая вот халява вас все ждет. Во-первых, это задача в ангаре. А во-вторых, подарочный премтанк. Ну, сейчас просто остается ждать и верить, что это все начнется. Ну, это не верить, а это действительно 100% начнется. Это уже официально. Все, мужики. Ждем новогодней халявы. Всем удачи. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok